Продолжение следует... И освещаем самые разные темы Вот сейчас самая злободневная космическая Поэтому непременно вспомним первого человека в космосе Он довольно часто был в наших местах И даже гулял на свадьбе совершенно незнакомых людей Вообще сегодня будем разбираться, как советская Молдавия повлияла на освоение космоса Потому что если бы не наши тубы, которые у нас производились То космонавты были бы голодные и злые Ну а не только каким-то техническим обеспечением был богат наш край Но и людским, потому что немало космонавтов здесь проходили подготовку А еще мы заглянем в очень необычные музеи Посмотрим на суперинтересные экспозиции И узнаем, сколько же планет в Солнечной системе 8, 9, как учили в школе, а может уже и целых 10 А может и 15 Да, поехали! Приднестровье связано с космосом сильнее, чем может показаться на первый взгляд У нас служили будущие космонавты Тут делали тубы для космической еды А наши студенты поймали сигнал из космоса от самого Гагарина Но обо всем по порядку Антонна, здравствуйте! Вполне логично, что разговор о космосе будем начинать отсюда С бульвара Гагарина возле памятника Как Приднестровье связано с космосом? Давайте будем сегодня разбираться в этом образе Об этом, да Ну, для начала Интересно, что годовщина освобождения Террасполя Стартовая такая для послевоенного города Совпадает с днем космонавтики 12 апреля Ну, к сожалению, Гагарин у нас не бывал Но есть воспоминания о том, как он был в Кишиневе Как ему там о Малыге понравилось Заря, я кедр Самочувствие отличное Чувство невесомости благоприятно влияет Полет Гагарина длился 108 минут Из космоса он связывался с Землей по радио И его по системе Морзе отправляемые сообщения Записали ребята из профтехучилища Но они об этом доложили Потому что в те времена вот эти непонятные Как такие варианты докладывали руководству И оказалось, что это как раз Они записали сообщение Гагарина Его общение с теми, кто руководил его полетом с Земли И потом они обратились к нему с просьбой Разрешить назвать свое профтехучилище именем Гагарина И вот теперь столько лет они гагаринцы у нас уже Сам бульвар переименовали в честь Самого известного в мире космонавта Прямо в день его полета Это было такое поражающее всех И яркое, и всемирным образом звучащее событие Что депутаты Тираспольского городского света Собрались на неплановую такую свою сессию И приняли решение вот этот спортивный бульвар Переименовать бульвар Гагарина И это было ровно в день, когда Гагарин летал Что называется, вот такая скорость А памятник этот, он появился в 77-м году Его автор известный всесоюзный тогда Московский скульптор Дюжев Из габровского, болгарского мрамора В советские годы в Тирасполье базировалась 119-я авиационная дивизия Восемь летчиков впоследствии стали космонавтами Один из них — почетный гражданин города Виктор Горбатко В 2011-м, к юбилею первого полета человека в космос Вышла книга о связи Приднестровья с космосом На самом деле очень любопытное издание Я не знал о том факте, что в советские годы Благодаря космосу исследовали почву Вот конкретно в Словодецком районе В 80-м году космонавты наблюдали над тем, В каком состоянии находятся поля, что с ними нужно делать Потому что это зона рискованного земледелия И вот благодаря таким технологиям пытались как-то следить за ситуацией Пытались как-то ее менять Сейчас, конечно, уже технологии другие Но то, что таким образом использовали космические науки — это интересно Не секрет, что советская Молдавия активно участвовала в освоении космоса На предприятиях делали тюбы для космического питания Молдавская НИИ разрабатывала меню десерты для космонавтов У меня в руках сейчас современный тюб Его изготавливают в Москве на Бирюлевском экспериментальном заводе Несмотря на такой солидный и как будто новенький вид срок годности Этого мясного пюре уже истек в 2018 году И вот интересен способ приготовления Пишут, что в микроволновой печи разогревать мясное пюре не надо Нужно поместить либо в горячую воду на 5-7 минут Либо положить на батарею на 10-12 минут Ну или подержать на автомобильной печи 10 минут Честно говоря, я бы и холодное попробовала, если бы дали отведать Кстати, наши упаковки есть во многих музеях И это, к примеру, Кишиневский, раз мы тут зайдем Ребята мечтают быть космонавтами, как раньше? Уже, я думаю, не очень В Центре технического творчества для детей и молодежи Космический островок Тут строят не настоящие, но все же ракеты Немало экспонатов о космосе и из космоса Этот кусочек расплавленного бетона с Байконура Знаешь, кусочек расплавленного бетона И вот здесь термопокрытие, капсулы, с которой спускалась Валентина Терешкова Первая космонавт-женщина А это десятки снимков Гагарина, который после возвращения на Землю приступил к миссии мира Многие СМИ тогда писали, у Москвы еще никогда не было такого замечательного посла Будучи в Лондоне, он даже отобедал с королевой Елизаветой Здесь указана 31 страна, в которую он побывал То есть Юрий Гагарин, где его приветствовали Там Чехословакия, Болгария, Финляндия, Британия То есть он по степени узнаваемости и знаменитости Он превзошел даже королеву Королеву Англии Кстати, в Кишиневе Гагарин тоже был, да не раз Гагарин даже побывал на молдавской свадьбе Когда он в очередной раз приехал в Кишинев То есть его завалили цветами В один из визитов неподалеку была свадьба Где жених как бы не постеснялся, подошел к нему напрямую То есть он уже был с большими букетами цветов И в шутку предложил ему как бы попасть на свадьбу На молдавскую свадьбу, так Тот не растерялся, взял все эти цветы, подарил невесте, одел этот рушник Какой простой человек, вот можно судить о личности, да, по таким поступкам А это стенд с космическими вкусняшками Говорят, что родина этих тюбиков вообще истории Но у них были, вот как на обычной зубной пасте, 6 миллиметров выходное отверстие Тираспольский завод по металлолитографии, вот он сделал 8 миллиметров Да, из них можно было уже, там, то есть кусочки мяса выходили, кусочки овощей То есть, ну, уже полноценно Тут вот мы видим, вот борщ с копченостями, допустим, там, есть разные супы, напитки Это в 70-х годах было придумано В 2002 году уже сделали такие, видите, он как аналог бутылки То есть, там вставлялся, как бы, в аппарат, заливалась вода И вот эта сублимация, которая, то есть, сублимирование, это вытягивание влаги из продуктов Чтобы они не портились Так, сгущенное молоко, творог с орехами Вот здесь, допустим, такие же, вот, как бы, можно сказать, бутылки То есть, тут, смотрите, щи с квашеной капустой Тут суп крестьянский, рассольник с мясом, гуляш с гречкой, гречневой кашей То есть, это такие, то есть, вставлял в аппарат, и все, и вот он полноценный продукт Такими пищевыми пакетами для сублимированных продуктов пользуются до сих пор Чтобы космонавты не разучились жевать в космосе В Молдавии наладили производство фруктовых жевательных пастилок Вообще, все, что касалось десертов и овощных соусов В космос улетало отсюда Как и эти карандаши Их изобрели на Кишиневском заводе «Культприбор» В 70-х годах Кишинев стал изобретать канцелярию для космонавтов Увы, мы не можем вытащить и продемонстрировать их Но известно, что это карандаши с дозированной подачей грифеля В благодарность за такое изобретение Экипаж «Союза-33» прислал даже фотографию с благодарностью И есть подозрение, что слова эти написаны именно таким карандашом Еще одно малоизвестное достижение молдавских ученых Многоразовая фотопленка Вот это многоразовое использование с серебряным напылением Вот эти вот, насколько мне известно, вот эти фотографии Это сделано вот этими пленками Смысл изобретения сводится к тому, что каждый кадр пленки Покрыт несколькими слоями специального светочувствительного соединения Это позволяет использовать пленку до тысячи раз Знакомьтесь, это Петр Костин Пожалуй, самый известный коллекционер Молдавии Он дважды вошел в Книгу рекордов Гиннеса У него самая большая коллекция подков в мире 13 855 штук Самая старая еще 14 века Коллекционировать начал больше 50 лет назад Тогда это были авторучки Сейчас самых разных предметов настолько много Что они занимают три этажа и подвал Галерея коллекции находится в Еловенах Это под Кишиневом Наш выпуск тематический, поэтому сегодня рассказывать будем не о средневековом оружии или коллекции монет, а о космосе Этот зал посвящен космонавтике На что, в первую очередь, стоит обратить внимание? С какой стороны нужно начинать осмотр? Ну, в принципе, здесь, где бы не смотреть, все интересно Потому что космонавтика – это действительно особая такая тема Так же, как и персоны, которые были за землей, будет говорить, в космосе тоже интересны И поэтому я решил обязательно делать вот в этой галерее часть, посвященной космонавтике Тем более, здесь было немало космонавтов По-моему, где-то человек, 19-20 космонавтов, значит, было из разных стран С России, из Румынии, из Венгрии На стенах настоящие фотографии из космоса Это подарок космонавта Юрия Ануфриенко Он их сделал, когда был на космической станции Есть что-то общее у тех людей, которые были в космосе? Я скажу, что они действительно особые люди Они ни в чем, кажется, вот у них есть эта профессия, кажется, есть Это самое у них нету, если так взять, нету политики, ничего У них есть вселенная, как говорят Кстати, вот космонавт Дурмитопурнару был здесь Он является, если не ошибаюсь, его должность, значит, председателем ассоциации Всемирной ассоциации, значит, космонавтов В защиту, значит, экологии Земли Приезжал в Молдавию и Василий Циблиев В свое время он руководил Центром подготовки космонавтов В открытом космосе провел 19 часов 11 минут А всего в космосе 381 сутки В этом музее хранится его мундир Повезло иметь от командира Центра подготовки космонавтов, значит, его личный костюм Вот он Он его предоставил сюда, и он у вас здесь хранится Да, вот он, это его личный самый костюм Это вещи от космонавтов, от этих особых людей Это, скажем, что уникальные Борщ в тюбиках и мясное пюре Так выглядит космическая еда Космический бальзам, изначально сенататик, слову, имеет отношение к нашему краю Этикетку разработал космонавт Алексей Леонов А выпускали его на совхоззаводе имени Дзержинского Сейчас это букет в Молдавии в Дубосарах Это не просто тот вкусный бальзам Леонов Но интересный тем, что он с подписью именно космонавта Леонова Это оригинал подписи, как один, так и второй Кстати, этот подарок мне подарил мой друг Это та самая бутылка, которая была? Да, вот она тоже была в экспозициях, посмотрите Это оригинал Леонов Попробуйте, в мире, значит, найдете Во время космических экспедиций космонавтам нужно следить за своей внешностью У каждого есть персональная косметичка Видите, печать, это оригинал печати, значит, о том, что эта вещь имела право быть на борту И здесь имеются в конце вещи, значит, посмотрите Зубная щетка, что там еще у нас? Зубная паста Это обычная зубная паста или та, которая пользовалась? Нет, это именно то, которое было у них там Все, естественно, продумано? Бритва, ножницы, дезодоранты Щетка массажная, вот тебе, массажная щетка Слушайте, ну да, космонавтам даже на орбите нужно за собой ухаживать И, конечно, в этом зале есть напоминание о первом полете человека в космос Это оригиналы, делаются, значит, есть, когда, знаете, может быть, там второе печатание газет Это есть оригиналы газет Человек, значит, космоса, значит Капитан первого звезда звездолета, наш советский Да, совершенно правильно Косомольская правда 12 апреля он летел, значит, 13 апреля 61-го года Вот этот самый, да, в оригинале Газета вышла на следующий день после полета Да, на следующий день Прыжоку с Еленой Ну, представьте себе, какая кольца радость была в то время То, что советский человек, он поднялся в космосе Это его жена, значит, это ребенок Гагарина Значит, ну, его краткая характеристика, значит, в техникуме, когда учился В авиационном училище, значит, в космодроме и так далее Ну, вот так Репортаж из дома первого космонавта Да, репортаж, да, да Есть оригинал и грустные газеты о том, как большая страна оскорбела о гибели знаменитого летчика 29 марта 68-го года, значит, вечерний Кищенев То же самое, значит, он напечатал некролог по поводу этой трагической, значит, смерти, трагического случая Да, это тоже оригинал газеты, значит, с тех времен Мне кажется, что тогда во всех республиках Советского Союза выходили газеты национальные Ну, я могу сказать, что не только в Советском Союзе выходили, значит, по всему миру Если говорить о Гагарине, то есть еще один экспонат, который немного к нему относится Ну, нет документального подтверждения, да, что... Да, да, вот, кстати, я вот получил подарок из Центра подготовки космонавта, да Это есть тренировочный самый такой шлем, значит, из Центра подготовки космонавтов Значит, когда мне его подарили, этот шлем, вот размер, там все написано, значит Мне сказали, значит, таким образом, что вот в этом шлеме, значит, они, значит, считают, ребята, что тренировался сам лично Гагарин Ну, подтвердить документально, они не подтвердили мне документально, конечно, я как коррекционер, интересный документально Но, опять же, значит, я повторяю, что космонавты — это особые люди, значит, и в этом шлеме, значит, тренировался не один, который, значит, вышел бы Вселенной Что еще хотели бы заполучить в свою коллекцию, например, если говорить о теме космоса? Я вам скажу, когда вот были здесь космонавты Российской Федерации, я их очень попросил Я знаю, что они меня поддержали, я знаю, что там, значит, велась работа, я знаю, что и сейчас ведется работа То, чтобы получить в коллекцию спускаемый космический аппарат Да, вот именно ту клумбу, значит, я, значит, сделал все возможное, чтобы вот в коллекции был здесь Хотелось бы, чтобы все-таки дети, да, и только дети увидели хотя бы эту часть Галерея коллекции Петра Костина — место удивительное Многие экспонаты в единственном экземпляре Сюда обязательно стоит заглянуть всем, кто интересуется историей Многие из нас с удаленкой столкнулись недавно А вот у астрофизиков большой опыт, ведь объект их изучения слишком далек Это наш астрономический центр, находится в ПГУ Он входит в кооперацию Российской Пулковской обсерватории, как и еще 60 расположенных по всему миру Терраспольская стабильно входит в пятерку лучших А данные наблюдений с нашего телескопа попадают в мировые астрономические организации Погодка для интервью О, поскольку в корпусе ведется ремонт И обсерваторию внутри мы снять не можем Но выбрались сегодня вот сюда, хоть купол вам показать на самом деле С ваших же слов, 80% сегодняшних открытий принадлежат науке о Вселенной Совершенно точно Какую роль в этом играет наша обсерватория? У нас есть небольшие, но очень современные широкоугольные телескопы Оснащенные современными ПЗС-матрицами, которые охлаждаются до минус 50-70 градусов С помощью элементов пельте И поэтому в считанные секунды мы можем снять практически любой известный космический объект В хорошую ясную ночь здесь, на широте нашей столицы Мы можем снять порядка 1500 кадров широкоформатных, скажем там 7 на 7 градусов Это тысячи и десятки тысяч квазизвездных объектов И с помощью специальных методики и программ за одну ночь измерить орбиты 300-400 спутников Естественно, все это в кооперации поступает в Институт прикладной математики Келдыша Там дообрабатывается и напрямую идет в Центр управления полетов Для того, чтобы, во-первых, избежать столкновения космических аппаратов С космическим мусором в том числе Которых очень много сегодня, космического мусора, обломков на орбитах около миллиона Примерно так выглядит побочка от освоения космоса Отслужившие свои спутники сегодня утиль Кажется, в безразмерном космосе это такая же глобальная проблема, как и на Земле Когда я училась в школе, в учебнике было написано, что в Солнечной системе 9 планет В шестом году, если я не ошибаюсь, Плутон назвали карликовой И она не подходит под параметры планеты Ее как будто бы вычеркнули Между тем, в учебниках современных первоклашек считается, что планет в Солнечной системе 9 А пару лет назад калифорнийские ученые выдвинули гипотезу Что где-то там на окраине Солнечной системы есть десятая планета Это еще не доказанный факт Итак, сколько планет в Солнечной системе? Можете сказать? Ну, так как меня учили, то я таки все-таки Плутон считаю 9 планетой На самом деле, действительно, это огромная ледяная глыба Она даже по размерам меньше нашего спутника, естественно, Луны Вот, у него еще есть маленький спутник Харон И далее за этими орбитами открыты уже десятки таких подобных тел Вот поэтому на Международном астрономическом совете Плутон исключили из планет Но опять мне недавно попало сообщение, что его опять хотят включить Включили, да? Опять хотят рассмотреть и включить все-таки в 9 планету Солнечной системы Что касается 10 планеты Солнечной системы, ну, это была как раз моя выпускная работа Она должна быть, она достаточно далеко Если Плутон 40 раз дальше от Солнца, чем Земля, то эта планета должна быть в 60 раз дальше Мы доживем до того времени, когда в учебнике будет написано 10 планет Солнечной системы Я думаю, однозначно так и будет, потому что космонавтика развивается бурно В России строится так называемый ядерный тягач, который позволит увеличить скорости до 300-400 км в секунду А это те скорости, которые необходимы для освоения Солнечной системы Чем больше мы знаем о космосе, тем чаще слышим про черные дыры Если наглядно, это слив в раковине планеты и другие астрономические тела Вода и ее поток не способен сопротивляться притяжению черной дыры Звучит обреченно Черные дыры, они любят пожрать все, что стоит на их пути От звезд до целых галактик Итак, есть такой астрофизик, вы, наверное, о нем знаете Нил Деграсс Тайсон Который сказал, если черная дыра посетит нас у Солнечной системы, у системы будет плохой день Как думаете, этот день настанет? Очень маловероятно, причем это какие-то триллионные доли от процента То, что вдруг внезапно здесь в окрестностях Солнечной системы появится черная дыра Дело в том, что черная дыра это реальные объекты Это такие сверхмассивные звезды, которые в конце своего жизненного, в кавычках, пути Коллапсируют, сжимаются, искривляется пространство и время Их открыли уже десятками Более того, в центрах нескольких галактик, уже тщательно исследованных, есть сверхмассивные черные дыры 30, 40, 50 миллионов масс Солнца И вот как раз эти черные дыры, которые, видать, образовались на ранних стадиях формирования нашей Вселенной И как раз сформировали галактики, ну и все, что мы вокруг себя видим Они, к счастью, далеко все от нас Живем! Живем! Остается сказать до встречи в следующий четверг Запасайтесь берушевыми, потому что у моей коллеги в следующем выпуске сдадут нервы Я не боюсь Удачи, до скорого! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...